Сегодня редакция программы Вести получила в своё распоряжение информацию, которая заставляет нас вернуться к недавней катастрофе Боинга в Ростове-на-Дону. Это расшифровка последних слов экипажа самолёта за минуту до столкновения с землёй. Документ неофициальный от источников комиссии по расследованию, где переложили информацию речевого самописца на бумагу. Не претендуя на истину, это будет только в выводах следствия, мы попытаемся сейчас смоделировать ситуацию, которая сложилась на борту перед катастрофой. Итак, Боинг 737-800 компании «Флай Дубай» в тяжелейших погодных условиях не смог совершить посадку в Ростове, и командир воздушного судна, 37-летний Аристос Сократус, принимает решение уходить на второй круг. В это время работает автопилот. Время 1 час 40 минут 0-0 секунд по Гринвичу. Уходим на второй круг. Набираем 50. Набираем 50. Набираем 50. Это уход на эшелон 1500 метров. Боинг поднимается с углом в 15 градусов, вполне штатный режим. На этих кадрах мы видим, как самолёт уходит вверх, выйдя за пределы обзора камеры наблюдения. Набор высоты продолжается в автомате 40 секунд. Но не достигнув эшелона, командир отключает автопилот. Причина пока не ясна. Возможно, самолёт попал на сленге пилотов в атмосферные ножницы. Его могло сильно тряхнуть. Но именно с этой секунды, после отключения автопилота, Боинг ныряет вниз. И вот слова из расшифровки, для ясности переведённые нами на русский язык, которые звучат в кабине. Время 1 час 40 минут и 40 секунд по Гринвичу. Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Не делай этого. Не делай этого. Не делай этого. Тяни, тяни, тяни. То есть пилоты ничего не могли сделать с самолётом, который устремился носом к земле. Версия специалистов такова. Отключив автоматику, пилот попытался вывести Боинг в горизонтальный полёт. Но именно в этот момент, в режим пикирования, включился стабилизатор. Он находится у киля. В этом режиме руль высоты уже не имеет никакой эффективности. На штурвал самолёт практически не реагирует. И пилоты явно не понимали, что в резком пике виноват стабилизатор. Тяни, тяни, тяни. Почему включился в режим пике стабилизатор? Вопрос. Он приводится в действие кнопкой, которую пилоты называют кнюпель. То есть во время турбулентности командир, переходя в ручной режим, мог случайно зацепить этот кнюпель и не заметил, так как жаловался до этого на хроническую усталость. В ином случае это какой-то вообще невиданный сюрприз автоматики. Последние шесть секунд в кабине, по словам нашего источника, слышны нечеловеческие крики. Самолёт с ускорением врезается в землю в 1 час 41 минуту и 00 секунд по Гринвичу. Погибли все 62 человека. Ещё раз повторим, что официальные выводы о причинах катастрофы могут быть сделаны только по итогам следствия. Субтитры создавал DimaTorzok